Баталии мини-флота развернулись на этой неделе в Славянске-на-Кубани. Заплывы радиоуправляемых и прямоходящих судов устроили участники краевых соревнований по техническим видам спорта. С подробностями наши корреспонденты. Судомодельный спорт возник еще в начале 20 века на базе экспериментального судомоделирования. Тогда же и состоялись первые выставки настольных модельных кораблей. И вот спустя уже более 100 лет этот вид технического спорта по-прежнему остается актуальным и на сегодняшний день. То, что судомодельный спорт не теряет свою актуальность, видно по числу ребят, приехавших на соревнования. 65 энтузиастов из 12 районов Краснодарского края привезли в наш город результат своей кропотливой работы – модели военных, гражданских судов и судов фигурного класса. Соревнования краевого уровня проходят в Славянске-на-Кубани уже в третий раз. Та площадка, которая выбрана для проведения соревнований, очень понравилась нашим коллегам из соседних районов. И, соответственно, Министерство образования одобрило наш район как центр для проведения именно данного вида мероприятия. Открылось мероприятие торжественным построением делегаций. В это время на воде уже все было готово к соревнованиям. Часть озера была огорожена для запуска моделей. Установлены специальные столбы мишени, по которым определяют баллы. Чем ближе к центру и меньше столкновений, тем больше очков у команды, отправившей судно в плавание. Стендовая оценка и ходовые испытания проходили под пристальным вниманием председателя Федерации по судомодельному спорту в Краснодарском крае, мастера спорта международного класса по судомоделизму, чемпиона России и мира 2014 года Александра Сивенцева. Самый главный эффект – зрителей много, дети довольны, дети начинают учиться. Это всё-таки для школьников края соревнования такого уровня, где они делают первые шаги и набираются опыта. Все тонкости судомоделирования ребята изучали в центрах технического творчества. Для участия в соревнованиях юному судомоделисту нужно самому сделать модель – точную копию настоящего корабля или судна. Это очень кропотливая работа и занимает долгое время. Работа начинается с изучения чертежей корабля. Затем спортсмен своими руками изготавливает каждую деталь модели, вкладывая в неё частичку души. Стойкость и упорство – вот главные качества судомоделиста. Владислав Шинкарёв, участник соревнований из города Славенска на Кубани, представил мини-копию корабля «Эсминец Керч». Делал её струблёзно, не торопился, всё тщательно, аккуратно, по чертежу, чтобы всё соответствовало. Конечно, мне помогали во многом. На изготовление такой модели корабля у Владислава Шинкарёва ушло целых два года. А вот Роману Москаленко понадобилось всего три дня, чтобы подготовить своё мини-судно к спуску на воду. Самое сложное было сделать корпус, так как он наборной, а самое лёгкое – это механика. На протяжении трёх дней радиоуправляемые модели военных и гражданских судов посостязаются в скорости и манёвренности. Каждый сможет продемонстрировать своё мастерство и обменяться опытом с другими судомоделистами. А самое главное то, что участие в таких соревнованиях, владение своей моделью на воде, применение всех знаний, умений и навыков по этому техническому виду спорта делает юного судомоделиста настоящим спортсменом.